Венозная и капиллярная кровь абсолютно идентичны на 85%. Их отличает следующее. Капиллярная кровь содержит кислород, а венозная нет. Капиллярная кровь имеет менее плотный альбуминовый состав, а венозная более плотная. Она более тяжелая. Капиллярная кровь имеет более щелочной паше, не имеет ашионов, потому что она не проходит воротной вены печени. В ней нет продуктов переработки. Правильно? Согласны? Поэтому капиллярная кровь, хотя бы по этим трем причинам, является идеальной средой для выдерживания клеток ауто-кости губчатой, которая остеопрогениторна, живой. Конечно. Да, поэтому капиллярную кровь из практики мы собираем с первого разреза, шприцем двухкубовым и чуть разводим физраствором, чтобы она просто не густела так быстро. Мы можем использовать венозную кровь за неимением капиллярной, по разным причинам. Обычно она собирается вот с первого разреза, потому что она самая-самая, и лоскут обычно кровит хорошо. Потому что потом ее где-то уже насобирать весьма проблематично. Компактная кость содержит одно межклеточное вещество, и клеток там практически нет. Вот тут одно межклеточное вещество. Клеток особо нету, они лежат в глубине. Что это за клетки? Они уже прожили достаточно давно, они уже все уставшие, у них очень низкий регенераторный потенциал. Поэтому из них, в принципе, ничего не вырастет. А собирать минерализованное межклеточное вещество, через которое сосуды не растут, совершенно бессмысленно. Поэтому эта манипуляция использовать можно только для одного. Истончение компактной кости для того, чтобы потом в ней делать перфорации и стимулировать остеогенез от принимающего ложа. Это я тоже не говорил, а то, что он как бы тут же парировал. Даже если мы выбираем блок, если он имеет губчатый слой, то это работает. Через остеогенные клетки, клетки мизенхемы, всегда формируется остеобласт. Вот это костный зародыш. Но это происходит только в том случае, если есть сосудистое питание. Из компактной кости тоже может образоваться что-то, но из более глубокого слоя. Это такие уже пограничные состояния. Кость может расти и перестраиваться. Это называется ремоделировка. Основная ремоделировка происходит именно при росте кости или регенерации. Образование кости всегда происходит из стержнеподобной группы тробекулы рядом с формирующимся сосудом. Если эта тробекула очень большая, сосуд образуется посередине тробекулы. А также он может лежать просто рядом в поверхности. Но цифра поддержания клеток живыми 0,1-0,2 мм будет всегда соблюдаться. И анастомозы будут укреплять сеть дополнительно для того, чтобы везде в области живых клеток создать сосудистое питание. Также тробекула называется спикулой. Можете найти в определенных источниках. Это поперечный срез тробекулы. Что можно наблюдать здесь? Тобекула ограничена остеогенными клетками всегда. Она имеет два питающих кровеносных сосуда. То есть это будет достаточно крупная тробекула. Здесь она имеет либо это кальцинированный хрящ, либо это просто рыхлая сонительная ткань. Потому что здесь она более интенсивно красится. Говорит о том, что в ней есть кальций. Поэтому она и как бы минерализующей структурой красится лучше. А клетки вот эти бесформенные, это вновь образующиеся костные клетки. То есть теобласты. Затем костные клетки, они будут окружать себя активным атриксом. И превращаться в остеоциты, которые сразу же начнут кальцинироваться. Эти два процесса идут параллельно. Поэтому назначение препаратов кальция до операции бессмысленно. Избыток минеральных соединений будет очень рано кальцинировать матрикс. И вот эта вся структура расправляться до нужной формы не будет. Поэтому надо назначать им препараты минерализующие. Именно тогда, когда уже началось образование остеоцитов. Это происходит обычно к концу второй недели. Там середине третьей, концу третьей. Это зависит от статусов пациента и регионаторного потенциала. Губчатая костная ткань это везде, где тробекулы связаны между собой с сосудистыми анастомозами. И такая сеть это и есть губчатая костная ткань. Поэтому она имеет залегающие сосуды в полости. Они могут также лежать в губчатой кости тоже в канале. Если она уже подразумевается, что будет компактизоваться. Потому что потом с этим сосудом уже ничего не сделать. И внутри нее присутствуют всегда костные тробекулы с недифференцированными клетками. То есть они имеют потенциал. Есть питание, образовалась клетка костная. Нет питания, образовалась хрящевая клетка. Поэтому одни и те же клетки мезенхимы при наличии питания или отсутствии могут образовать либо костную ткань, либо хрящевую. Это очень важный момент. Почему практикующие специалисты у кого-то получают кости, а у кого-то нет. Они получают какую-то непонятную ткань. При образовании кости в этом оппозитном росте остеобласты образуют всегда отростки плазматические. уже соединяются с клетками, которые являются живыми на поверхности межклеточного вещества этих клеток. И соединяясь с плазматическими контактами, формируют тем самым новые костные клетки. Их остатки служат матрицей. Поэтому и обеспечивается канальцевый транспорт. Нам надо очень много думать о межклеточном веществе, потому что в нем кроются все вот эти секреты. И тробекулы в основном получаются такие плоские, вытянутые. И находятся вблизи питающей ткани. Поэтому если питающая ткань далеко, то у них всегда есть центральный сосуд. Поскольку сосуды растут за костью. Это важный физиологический механизм. Образовалась кость, и тут теперь растут сосуды. И они происходят практически параллельно этот рост. Но кость растет несколько быстрее. Поэтому если рост сосуда не успевает, то сосуд формируется в тробекуле внутри. И потом формируется тогда он в канале. Внутри тробекул всегда сосуды лежат в канале. А если они расположены сбоку, то они расположены в свободной плоскости в строме. Лучше, чтобы они лежали, конечно же, рядом, а не в канале. Потому что при повреждении эта поверхность является более минерализованной. И чтобы она дала какую-то регенерацию, она должна сначала быть доминерализована остеокластами или клетками крови. Здесь изображен участок кости. Компактный и губчатый. Куда были установлены биты два гвоздя. И регенерация произошла именно в сторону сосуда. Новые клетки образовались вокруг сосуда. Это клетки, минерализованные в минерализованном состоянии. Это остеоциты. Это остеобласты, выстилающие наружную поверхность костной ткани всегда. А вот это остеокласт, который пришел, сюда есть кость. Есть два вида перестройки кости. Это рост и резорпция. Резорпция происходит всегда на поверхности. И благодаря остеокластам. Либо клеткам помогают еще моноциты, макрофаги. Эти клетки очень многоядерные. Они содержат от двух до ста ядер. И имеют очень характерную ориентацию полярную. Она заключается в том, что у них присутствует такая структура, которая называется гофрированная каемка. Это участок очень плотный, плазматический, который вблизи содержит протеолитические ферменты. И активно выходящие вот в эту гофрированную каемку. Мы видим на самом деле, что это волокнистый слой, это слой надкосницы тонкий. Видимо, вот здесь происходит лизис кости, судя по тому, что здесь клетки отсутствуют. Есть вот эта четкая линия цементации. А здесь какой-то разрушенный матрикс. Губчатая кость имеет полости с рыхлой соединительной тканью. Анастомозирующие тробекулы, они всегда покрыты остеогенными клетками снаружи. А на самом деле изнутри. Изнутри и снаружи. И поэтому есть клетки, которые выстилают полости внутри. Эти клетки расположены внутри. Вот эти полости губчатой соединительной ткани, которые выстилаются остеогенными клетками. И при повреждении именно они будут обеспечивать первичный вот этот рост. Ну а это, как вы уже понимаете, это активно делящийся слой надкосницы. То есть он вот в этой зоне как минимум толщен. И поскольку кость откладывается от центра внутрь, вот была исходная ситуация, а она откладывается от центра внутрь, вот этот диаметр, он уменьшается. Он понятно, что не может увеличиваться, потому что эта часть в минерализованном состоянии, она очень плотная. Поэтому новые клетки будут откладываться сюда. А межклеточное вещество, новое, будет сдвигать наружный слой постепенно. И там же вода в костях тоже есть. Будет постепенно сдвигать его кнаружи. И постепенно у нас будет формироваться здесь гаверсов канал посерединке с сосудом питающим. И гаверсовая система, которая является структурной единицей компактной кости. Да, вот эта компактная кость, а эта губчатая. И именно за счет уплотнения происходит образование компактной кости. Вот так выглядит их организация. Ну, например, как раз, когда мы будем говорить, что из кальцинированного хряща вторичным методом образуется кость, она образуется и здесь. И вот эти тробекулы, по сути, это были ограничения клеток хрящевых сначала. Вот это были хрящевые клетки, а теперь сформировались новые тробекулы. И в дальнейшем за счет уплотнения они превращаются в гаверсовую систему, посредине которых находится сосуд крупнопитающий. А в дальнейшем, ну и на поперечном срезе, вернее, они будут выглядеть подобным образом. Такой ученый, как Причард, обнаружил в 1972 году особую ткань, которая является не до конца зрелой. Она была очень активно снабжена сосудами. Вблизи швов черепа есть рыхлая слинительная ткань и кровеносные сосуды, а также остеогенные клетки, которые являются не до конца зрелыми. Он называл эту ткань ретикулофиброзной. Это автор такого распатора с лопаточкой широкой. А также это автор, разработавший классификацию костной ткани, разделив ее на грубоволокнистую, тонковолокнистую и сетчатую. Сетчатая образуется в процессе эмбриогенеза, при эмбриогенезе. Плотноволокнистая – это компактная кость, рыхловолокнистая – это губчатая кость. По сути, это все формации, которые мы встречаем. Именно он доказал, что оппозиционный рост возможен именно у кости. То есть она заполняет в дальнейшем любое свободное пространство внутри, а не растет кнаружи. И этим очень интересен механизм. Поэтому компактная пластинка, что логично, формируется снаружи кости, а не внутри. Субтитры создавал DimaTorzok